Конечно, в разных произведениях, в разных условиях, например, в опенных спектаклях, произведениях современных акторов, нужно сохранять схему настолько, насколько это нужно. Но выразительное дирижирование требует изменения схем тактирования в соответствии с задачами выразительного отображения музыкального содержания. И по существу, например, вот это легатное дирижирование, так вот называется, связное дирижирование, это уже есть первая трансформация схем тактирования, основанная на ударном, в принципе, обозначении каждой доли. Итак, схемы тактирования. Каким образом подойти к тому, чтобы их освоить? Дело в том, что в большинстве случаев к педагогу приходят ученики, уже либо занимавшиеся где-то раньше, либо сами уже освоившие какие-то схемы тактированиями. Большей частью эти схемы не отвечают требованиям, о которых я больше говорил, и их нужно переделать. Каким же образом нужно подходить к этому? Ну, нужно исходить из того, что всё, что мы делаем в дирижировании, всё, с чем мы учим, нужно основывать на каких-то двигательных ощущениях. В частности, для того, чтобы освоить схемы тактирования, нужно развитие ритмического чувства. Можно ли мы говорить о каком-то ритмическом ощущении, если каждая доля такта у нас будет показываться различным образом? Первая доля ударом, вторая каким-то стежком в левую сторону, третья доля подъемом кверху, четвёртая выдергивая вверх. Создаёт ли такое движение ощущение ритма у самого дирижера и у исполнительных? Нет, конечно. Поэтому первое, что нужно сделать дирижером, это найти такую схему тактирную, которая бы обеспечивала ритмичное дирижирование. Это достигается в следующем. Прежде всего, выработкой правильного движения. Ну, вот я хочу, ну, вот и так. Значит, так. Основное положение руки для дирижирования. Часто бывает, часто мы видим такую картину. Дирижер стоит двумя руками, вот, на вторую структуру. Возможно, с этом есть тенденция, и она просто подкрепляется, как с педагогическими, какими установками, что нужно обязательно ногти держать прижатый, вот здесь. Вот таким образом. Ни то, ни другое, конечно, нельзя возводить в какое-то правило. Движения дирижера должны быть такими, что легко изменяться в любую сторону. Поэтому, основное положение руки дирижера, перед плечом, то есть положение раза, ударного вида движения. Рука не вытянута до конца и не прижата к телу. Локоть не отставлен, но не прижат. Вот, естественное положение. С чего мы должны начать? Прежде всего, с выработки кистевого движения. Это не так просто. Очень часто приходится видеть, когда занимаются с учеником, начинают вот что-то такое делать. Вместо упругого удара какое-то ластообразное хлебание кисти. На самом деле, нужно, чтобы кисть была свободна, ударяла таким образом, чтобы сама, как говорится, некоторая отскакивала. Вот с этого начинается приобщение к дирижерам. Это первый шаг, который делает дирижер к правильному осуществлению дирижерского искусства. Дальше.